Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Малу трижды дорог. Строительство в заповедной зоне пресекли сотрудники муниципального контроля. Дорога – не место для игр. ГИБДД Анапа совместно с байкерами провели акцию для маленьких анапчан. Солнечная Анапа против не менее солнечного Сочи. Со счетом 3-1 в пользу анапчан закончился футбольный матч. Сейчас обо всем подробнее. Специалисты управления муниципального контроля в ходе мониторинга выявили очередное незаконное строительство. В поселке Малый Утриш за несколько дней возведен фундамент капитального строения. Документов на землю нет, на кадастровом учете участок не состоит. Особо охраняемая природная зона, реликтовые можжевельники, жители и гости курорта здесь отдыхают с большим удовольствием на протяжении многих лет. А по соседству в 20 метрах от уреза воды полным ходом возводят самострой. Незаконное строительство пресекли. Администрации города-курорта оперативно сформирована межведомственная комиссия. В составе представителей муниципального контроля, прокуратуры, госземконтроля, участкового по субседскому округу и направлено на Малый Утриш. Появление комиссии на участке заставило строителей, ведущих работы, спешно бросить инструменты и убежать в лес, оставив после себя захламленные строительными материалами и мусором участок. Специалисты межведомственной комиссии провели проверку, выявили, земельный участок захвачен самовольно, документов нет. Здесь уже установлен добротный бетонный армированный фундамент. Кроме того, рядом расположен металлический забор с колючей проволокой протяженностью 109 метров, ограждающий участок приблизительной площадью 1590 квадратных метров. На нем 9 капитальных строений, назначение которых легко определить для приема отдыхающих. На одном из зданий табличка «Учебно-оздоровительный центр Анапского городского казачьего общества». По данному факту материалы направлены в Анапскую межрайонную прокуратуру для рассмотрения и принятия решения. Сейчас устанавливается личность того, кто руководил самовольным захватом и незаконным строительством на земельном участке, не состоящим на кадастровом учете и, следовательно, не имеющим официального собственника. И в продолжение темы. В сквере на улице Протапова, несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников управления муниципального контроля, предприниматели самовольно устанавливают детские аттракционы. Протокол и штраф – наказание для недобросовестных предпринимателей, если не хотят прислушиваться к требованиям властей. Батуты в форме городка, машинки из мультфильма «Тачки», аттракцион с призами – все это, конечно, ярко и красиво, но совсем не к месту. Мало того, что занимают зеленые газоны, детские развлечения в сквере установлены незаконно, без разрешительных документов. На собственника батутов специалисты управления муниципального контроля неоднократно составляли административные материалы. По статье, часть 11, статья 3.2 Кодекса Краснодарского края, поэтому и был материал передан в административную комиссию администрации города Куртаната. По данной статье штраф предупреждения выносится или штраф 1000 рублей. Повторно за нарушение, это же нарушение, выносится 2500 рублей штраф. Сейчас составлено административное производство. Самобольно установленные детские аттракционы, как грибы после дождя, появляются на благоустроенных территориях. В любимых местах отдыха анапчан и гостей курорта. Не так давно подобный факт был выявлен в парке «Ореховая роща». Главу Анапы Сергея Сергеева возмутило иждивенческое отношение коммерсанта. Получил информацию, но не привык сидеть на месте, поехал в Ореховую рощу посмотреть на батут. Когда мы строили там фонтаны, делали благоустройство, он палец о палец не ударил. Когда появился фонтан, и люди пошли, тут же появился батут. Но у меня вопрос, заработать Бога ради. Пусть он придет, скажет, я буду убирать полностью всю Ореховую рощу, обеспечивать вывоз мусора, но хочу поставить здесь батут. Если вы скажете «да», тогда мы посмотрим. Но кто-то же ему электричество дал, он же подкачивается. Понимаете, вот я подошел и спрашиваю, я говорю, ну вот покажите мне предателя у нас. Вот сейчас покажут после нашего совещания, я сказал, подтягивайтесь, прием, ну и покажите мне. Кто же предатель, кто дал электроэнергию? А электроэнергия, мы же за нее платим, да, она скорее всего запитана, да не скорее всего, а запитана от уличного освещения. Там панели торшерные стоят, где-то проводочек, раз, скрутили, и мы же платим за электроэнергию. Из бюджета, все нормально, а он подкачивает батут. И правда, очень выгодно расположить аттракционы в чистом ухоженном парке, пользоваться плодами чужого труда и при этом ни за что не платить. И, заметьте, ни за что не отвечать. А ведь незаконно установленные аттракционы – это еще и источник опасности, о чем многие жители и гости города-курорта даже не подозревают. Ну вот извините, я ведь документы не спрашиваю, и ребенок у меня не спрашивает документы. А вы беспокоитесь о безопасности своего ребенка? Вы знаете, я всегда нахожусь поблизости с ребенком, и даже хожу вокруг, и вижу, как он занимается, как он прыгает. Даже под присмотром родители не всегда могут обезопасить ребенка от травм. А как установлено оборудование, подключено электричество к незаконно установленным батутам – неизвестно. Конечно, опасно, если незаконно. Если ничего не оборудовать, безопасно, ничего не продумано, не организовано, конечно, опасно. Ходим на батут. Только очень травма опасна. Все время сдираем коленки, локти. Все время травма на них, но никто не знает о том, что есть там разрешение или нет разрешения. На них же не написано. Собственник легально установленных аттракционов известен. И в случае травмирования детей есть кому предъявить претензии. С недобросовестными предпринимателями проблем будет намного больше. Борьба с незаконными некапитальными строениями на курорте продолжается. Лето и каникулы – самое время напомнить детям и родителям о правилах дорожного движения. Дорога – не место для игр. Под таким названием ГИБДД Анапы совместно с байкерами Анапского мотоклуба провели с учащимися начальной школы необычный урок, на котором побывала наша съемочная группа. Об этом в следующем сюжете. Урок ГИБДД проходил в школе номер 7. Здесь отдыхают и занимаются в кружках и студиях в две смены около 200 учащихся в возрасте от 7 до 11 лет. Цель нашей акции – научить детей, чтобы они не попадали в дорожно-транспортные происшествия, всякие дорожные неприятности и предотвращение детско-дорожно-транспортного травматизма. Урок, конечно же, был необычным и не зоопартами. Занятия проводили аниматоры в виде игры на школьном стадионе. Сначала разминка и знакомство с байкерами. Пригласить в байк-клуб была идея сотрудников ГИБДД. Дети не должны думать, что эти крутые парни могут делать на дороге все, что угодно. Ездить не по правилам – это не так. Все подчиняются единым, установленным правилам дорожного движения. Цель нашей акции – внушить подрастающему поколению о том, что дорога – это очень серьезное место. И хотелось бы такое важное напоминание родителям сказать, чтобы они контролировали своих детей, особенно на дорогах, особенно те, кто покупает своим детям мопеды. Потому что ребенок не понимает, что это очень серьезная техника, которая может привлечь к очень серьезным последствиям. Ребят разделили на две команды мальчиков и девочек не даром. Ведь представители сильного пола утверждают, что слабому полу за рулем не место. Что это не так, девочки доказали в нескольких конкурсах. Они обогнали мальчишек на машинках, на упражнении виртуального автодрома змейкой. И на велосипедах не попали ни в одну аварию, в отличие от мальчиков. В ходе игры аниматоры преподали детям урок на знание знаков дорожного движения. Треугольник, красная кайма, чудный паровозик с дымом у окна. Этим паровозиком правит дед-чудак. Кто из вас подскажет, что это за знак? Дорожный такой! Дорожный переезд какой? Бес? Бес? Швапалма, конечно! Вот в такой игровой форме на свежем воздухе прошел урок ГИБДД, очень важный для этого возраста детей, когда они впервые становятся непосредственными участниками дорожного движения за рулем велосипедов. И новости спорта в продолжении выпуска. На стадионе «Спартак» прошел футбольный матч 1-4 Кубка Краснодарского края. Играли футбольные клубы Анапа и Сочи. Анапчане выиграли со счетом 3-1 и прошли в полуфинал Кубка Кубани. Первый тайм – голевые моменты у ворот обеих команд. Анапчане и сочинцы атаковали, пробивали угловые, но забить не удалось, спасали вратари. На поле противника Анапчане сделали хорошую передачу. И нападающий Евгений Муравский поразил ворота соперника. Открыл счет. На гол Евгения Муравского сочинцы ответили результативным пенальти. Сравняли счет 1-1. Основное время закончилось. Судья назначил два дополнительных тайма по 15 минут. Анапчане создали множество опасных моментов у ворот команды Сочи. Усилили натиск на противника. И вот результат. Два мяча в ворота противника забил нападающий под восьмым номером Марик Базаев. Итог игры – победа Анапчан со счетом 3-1. Тем временем Витязевский Понтас на своем стадионе в 1-4 финала в основное время победил футболистов Кубанского государственного университета со счетом 2-1. В полуфинале Кубка Краснодарского края сыграют Анапчане. Футбольные клубы Анапа и Понтас. Игра пройдет 23 июля в 19 часов в Анапе на стадионе «Спартак». Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазин изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В пятницу 11 июля в Анапе будет солнечно. Температура воздуха в дневные часы 25-27, ночью до плюс 22 градусов по Цельсию. Ветер переменный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 22 градуса выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы. Производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Продолжение следует...